Привет! Последний месяц выезжал довольно трудным. У нас разработка ближется к нашему финалу и условному финалу, то есть когда мы запустим наконец тестовую версию и предложим тебе поучаствовать в тесте нашего проекта. Это веб-версия мобильного приложения, будущего мобильного приложения, который позволит находить работу или друзей и работа и друзей на самом деле в любой точке мира. То есть представь, у тебя в руках есть телефон, который позволяет куда бы ты ни приехал в другой город по России, например, и ты приезжаешь, достаешь телефон и нажимаешь сканировать и видишь вокруг что нужно людям вокруг тебя. То есть кому-то там может быть пропылесосить, кому-то отнести, принести, шабашку, всякая подработка, кому-то что-то, что прям вот срочно очень нужна, помощь какая-то. И ты видишь сцену и мгновенно можешь откликнуться на это, то что тебе нравится выполнить и заработать денег в любой момент времени, то есть когда тебе захочется. И выбрать из всего многообразия то, что прямо сейчас нужно людям выбрать то, что нравится именно тебе. Выполняешь это в одном, в общем-то, одно главное условие. Это выполни максимально качественно то, за что взялся. Потому что это существенно влияет на репутацию и твой бэкграунд, то есть твое как бы прошлое, то есть историю твоих заказов, то есть то, за что ты брался. И чем качественнее ты это выполняешь, тем выше твоя репутация, рейтинг, уровень аккаунта. И об этом я потом еще расскажу. Но представь этот мир, где ты приезжаешь в любой город и можешь всегда найти работу, заработав денег, сколько тебе нужно, когда захочешь делать только то, что ты хочешь. Также ты можешь создать свое задание и перепоручить или просто поручить другому человеку сделать то, что тебе нужно, не знаю, машину посторожить, открыть ее, если случайно захлопнул, найти то, что ты потерял, починить, навести порядок. Все, что ты захочешь, то, что тебе не охота или не можешь, или нет времени, или лень делать самому, ты можешь поручить человеку, который придет и сделает это максимально качественно. Это один из моментов, который меня вдохновляет продолжать это делать и делать, несмотря на то, что у нас сейчас не очень все хорошо получается с финансами. Ну, мы закроем этот вопрос, я закрою его. То есть мы найдем эти ресурсы и проект будет жить. Еще одну фишку, еще две фишки я расскажу, крутые фишки проекта, которые, я надеюсь, придут и тебе по вкусу. Представь себе, что ты когда, вот сейчас мы открывая приложение, например, Яндекс.Такси, мы видим там машинки вокруг нас ездят, а представь, что ты также открываешь приложение и видишь там человечков, которые ходят вокруг, то есть те, кто сейчас разрешают себя видеть, ты их видишь и видишь их тыков, ну, кликнув на любого человечка, ты видишь его сильные и слабые стороны, то есть видишь этот, например, быстро осуществляет доставку и это его сильная сторона, это видишь там, допустим, 10 баллов за нее. А слабая сторона, например, у него внешний вид, то есть он вообще не парится, ну, просто срочные доставки делает и в этом его сила. И ты знаешь, что если тебе нужно что-то срочно, ты выбираешь его. Если тебе нужна красота и где-нибудь там, чтобы хорошо выглядеть, ты ищешь другого человека, у кого это сильная сторона. Ты можешь сортировать по качествам и выбрать именно того, кто тебе нужен под ту задачу, которая у тебя сейчас есть. И это дает возможность исполнительного, то есть, например, мне, будучи исполнителем, с легкостью, относительно с легкостью оправдать ожидания заказчика, потому что у меня заказывают только то, что у меня хорошо получается. Никто мне не будет заказывать то, что мне не свойственно. Зачем это делать? То есть, когда видишь, что у меня там, например, скорость доставки на двоечку, а внешний вид на десятку, зачем мне давать срочные заказы? Мне лучше дать то, где нужно, например, стоять и своей красотой, привлекать пользователей, например, или еще там, где нужен красивый внешний вид, охранникам, например, или еще что-то там. Вы сами можете себе представить те вещи, где нужен человек, который хорошо выглядит. И получается, что мы, как люди, кроме того, что мы можем выбрать человека под задачу, которая у нас есть, мы также чуть лучше будем понимать себя в виде своей сильной и слабой стороны, то, что я могу развивать свои слабые стороны или использовать свои сильные и знать, в чем моя сила. Потому что она у каждого есть. У каждого есть в какой-то области талант, который мы за всю жизнь иногда не раскрываем. Но видя отклик людей, отзывы людей и их оценки, видимо, это у нас хорошо получается, как я это раньше не понимал. И я могу это использовать. И используя эти знания о себе самом, я могу развивать себя как личность, если захочу. Или используя просто свою сильную сторону, чтобы развивать это качество еще лучше. Но это будет возможно только после того, как пройдет достаточное количество итераций, ну то есть взаимодействия нас друг с другом, чтобы получить достаточное количество оценок и отзывов, то есть обратные связи от других людей, и тогда это будет объективно. И чем дальше приложение будет жить, чем дальше проект будет развиваться, тем более точные показатели о самом себе и о других людях мы будем видеть. И одна из самых трудных задач, которые мы сейчас решаем, это как сделать так, чтобы у одного пользователя был только один аккаунт. Чтобы нельзя было создать своих клонов и жульничать. потому что это тогда будет не объективной оценкой и все придется начинать сначала, наверное. Не знаю, как это. Мы будем искать решение в любом случае. Сейчас это то, над чем мы много думаем. И Серега, наш IT-директор, альтишник наш, он занимается разработкой ID. Я за это на него ворочу. То, что он так много времени на этот идентификационный код пользователей потратил. Но это важно, действительно важно. На этом пока все новости. Все, что я хотел вам рассказать сейчас. Спасибо, что ждете. Мы скоро закончим наше программирование и допишем код и начнем тестирование проекта. Спасибо вам. До новых встреч.